В этом патроне земля Мамаевого кургана. Этот патрон выпускался на Ульяновском патронном заводе, а этот фашистские Германии, которые шли. Патроны, которые сохранили в себе землю с поля битвы. Оружие, бронежилеты, учебные гранаты. С военной атрибутикой ребята познакомились на уроке патриотического воспитания. Формат проведения мероприятия уникальный для Ульяновской области. Сегодня мы решили объединить в комплексе патриотическое воспитание и здоровый образ жизни. Хотим, чтобы наши спортсмены, именно токвандисты, пока знали, что такое Великая Отечественная война, знали своих героев, знали о том, что более 7 тысяч спортсменов участвовали в Великой Отечественной войне. Полковник запаса Евгений Демич на урок ребятам пришел не с пустыми руками. Мужчина представил экспонаты передвижной выставки. В наглядной форме юные спортсмены познакомились с историей Великой Отечественной войны. Впервые увидели уникальные письма, которые солдаты писали своим семьям. Ведь наши деды сражались не только против фашистов. Они даже не хотели, чтобы цветок Василек попал под сапог немецкого солдата. И вот это письмо написал наш с вами земляк. Звали его Дмитрий. Это было 18 сентября 1942 года, где он написал оттуда и прислал вот это письмо. Вот этот памятник солдатскому письму находится там, на Рассушенском поле под Волгоградом или Сталинградом. Рафаэль Мардеев рассказал об особенностях военного снаряжения. По словам мужчины, на урок он принес лишь сотую часть от того, что ежедневно находится в обиходе солдата. Для безопасности детей оружие и гранаты учебные. Однако для изучения механизма их работы этого достаточно. То есть перед применением её чеку вставляют, там кладут, выдерживают кольцо и метают. Это градус поражения 20 метров. Вот это градус, оно чуть потяжелее, наверное, но радиус поражения 200 метров. Ну и самое интересное. Детям разрешили подержать в руках оружие и примерить обмундирование. Бронежилет оказался тяжелее, чем на первый взгляд. А удержать в руках оружие – то ещё и испытание. А тяжёлый вообще автомат в руках держать? Да нет, нормальный. Как это четыре книжки держать? Патриотический урок мужества завершился соревнованиями. Ребята одни из первых смогли проверить на практике новый интерактивный тренажёр из Эмита. За 30 секунд юные спортсмены должны показать всё своё мастерство. Количество ударов тренажёр автоматически передаёт в мобильное приложение. У кого самый большой коэффициент, тот и победил. Александра Никитина, Александр Кудряшов. Новости Уллправда ТВ.